Девушки отдыхают Девушки отдыхают Михаил Филиппович, 22 июня. Что это за день был? Что вы собирались в этот день, может быть, сделать? Какие ваши планы поизменила война? 22 июня, это воскресенье, мы были в доме офицеров от Чугуевского лагеря. Вдруг выходит конферансье. Товарищи, мы прекращаем пока представление. Слушайте выступление Молотова. И вот Молотов. Мы сразу все, война. Мы что-то месяца два не доучились. Ну, два месяца это ничего не значит для войны. И я лейтенантом был направлен в стрелковую дивизию командиром пулеметной роты. Встретились мы с Днепром, под Новомиргородом, с танковой группой «Клейста». Ну, конечно, наша дивизия лопнула, как мыльный пузырь. А вот вы как лично впервые встретились с врагом? Как это произошло? Ну, произошло так. Мы шли навстречу, на сближение с ним. После выгрузки железнодорожного эшелона мы пошли навстречу. Ага, ракеты появились ночью. Пошли дальше. С утра его группа на машинах выброшена быстро к нам. С утра, ага, мы развернули дивизию в боевые порядки. Все, начался бой. Но копаться успели? Тут встречный бой у нас получился. И он не окапывался, и мы. Он наступал, и мы наступали. А он на танках выпешку? Он сначала не на танках. Пехота с пехотой встретилась. Вот. Мы вперед, и они вперед. Танки выдвигаются. И вот мы, от бега вперед, превратился в бег назад. Смотрю, колоннами отступление началось. Колоннами. Я сумел остановить. Ну, командир роты. Боже мой, еще с запалом учились. Как отступать? Остановил. Проблизительно батальона полтора. Там перемешались боевые порядки полков. Но батальон на полтора остановил. А как же остановили? Голосом? Да, стой, стой. Остановилась одна группа, вторая подходит, третья. Ну, товарищ лейтенант, ну, давайте, принимайте меры. Какие меры я могу принять? Вот. Нужно, я говорю, было отступать, если бы командир дивизии дал приказ на организованный какой-то отход, то мы бы сохранили бы и боевые порядки, и личный состав, и технику. А у нас же потом превратилось почти в бегство. Ну вот. Ну, смотрю, к вечеру он пустил танки, эй, сплошной колонной они пошли через нас. И вот мы потом группами стали выходить к Днепру. Сколько же вас осталось после этого? Убитых мало было. Просто дивизия была деморализована. Ну, только сформировали неделю, ну, где-то неделю-полторы поучили их. Она не подготовлена была вообще для боя. А что такое мужика взять с полей, вот самое, и одеть его в военную форму, и тут там снаряды начали рваться все, да, конечно, он вздрепил сразу и побежал. Ну, новобранец, который только прибыл, с пополнением. Ну, арт-налет, конечно, немецкий нам не страшен был, потому что он такого массированного огня артиллерийского не вел, как мы. Ну, зато авиацию он массированно применял. Ну, а с авиацией ведь попасть и в окоп труднее. А вот артиллерийские наши там части, тылы, штабы эти страдали. Нам, между прочим, отдать ради справедливости, что он бил лучше нашей авиации точно. Наши где-то дадут километров на 20 там тыл. Вот мы на высоте находимся. Половина его, половина наша. Он как пикировщиками даст по нас точно, а не по своим. А наши могут и ошибиться. А это... Попадали? Попадали, да еще и как. Особенно штурмовики. Вот они полетят. И вот командующий фронта. Вот вы даже немецкую авиацию не ведете с ней борьбу, зато интенсивно обстреливаете свою авиацию, которая возвращается с задания. Ну что эти штурмовики? Они сбросят километров за 20 там бомбы. Оттуда летят с этих автоматических пушек, нас штурмуют. Ну что, и я сколько раз говорил. Огонь! Как-то спасаться уже от них нужно. Донецкий кряж. Потому что это место такое, каменно-угольных залежей, поэтому там легкие такие горы. Поэтому мы там танка уже не боялись. Танк не везде там пройдет. Ну пройти-то он по дороге пройдет, а что ж я буду на дороге стоять и растопырить руки, стой. А мы уж как-нибудь с этих высоток-то его будем щипать. Уже у нас и бутылки с горючей смесью, все появилось. А сначала даже и бутылок не было, и гранат не было. Не было. Противотанковые гранаты появились. Вот идет махина. Даже вот я не из робкого десятка, и то танк идет, как повернется, белый крест у него с черной каймой на бортах, свастика на башне и развернется. У самого, должен сказать, ощущение не перламайское. А нужно, чтобы он подошел вот так тебе на несколько метров, да выбрать момент, когда он тебе хвостом повернется, швырнуть. Но если его швырнул, попал на кормовую часть, считай, танк встал. Уже дальше он не сможет идти. А я был сильно контужен за где-то дни 10 до боя, до начала наступления. Снаряд разорвался. У меня на брусье, вернее, ну хорошо, что он был осколочный и такой мелкого калибра, 75-миллиметровый. Вот мне вот так вот перевернуло, ну никого не задело. И меня. А мне показалось, что меня пробило грудь осколком. А потом мне спрашивает командир соседнего батальона, что-то говорит, а я не слышу. Вижу, что он губами шевелит. А что он говорит, не слышу. Потом смотрю, к утру у меня потекло с ушей. И вот я, полуглухой командир полка, говорит, слушай, ну оставайся, не уходи в госпиталь, оставайся здесь. Кто же батальона будет командовать? Я говорю, товарищ подполковник, меня ж в этом, это ж я чудом остался живой. Если бы не убило, что батальон бы пропал? Нет, командовал бы ведь кто-то. Ну оно ж не так получится, как у тебя. Тебе ж каждый солдат знает, и ты его каждый знаешь, что не оставайся. Командир дивизии говорит, я к тебе из медсанбата присылаю врача, закрепляю за тобой. И вот в ночь с 9 октября 43-го года, где-то перед рассветом я вышел на косу Чужка. Керченский пролив, фрицу драл в Керчь. Мне командир дивизии, возвращайся, сворачивай батальон, возвращайся в Кучугури, на Кубани война закончена. Ну я сворачиваю батальон и веду по берегу Азовского моря. Вот так, обрыв такой высокий, метров 15. Вот я веду. Тихое море, солнышко такое ласковое. И море тихое, медузы плавают, как тарелки. Я останавливаю батальон и вручусь такой победой искупаться всем. Вот они разделись, будто их в воду. Эх, такая вода хорошая. И такое было у меня настроение, блаженство. Ой, слушай. Я не знал на фронте, что такое грипп. А от кого там заразиться? Не было гриппа. Ну это там простуда, там покашляешь, а так нет. Вот Краснодар брали, вот на снегу уснешь ночью. Я командир батальона. Раз, потому что ночью, днем где-то 5-6 градусов тепла, а ночью так 7-8 градусов морозик. И у меня за день шинель вымокнут. К вечеру я не могу шинель согнуть. Руки, то есть рукава железные становятся. Ну, забезут рукава. Вот уснул, ординарец мне будет пошли, товарищ майор, там мы в лесу костер разложили, стал сапоги снимать. Портянки примерзли к сапогам. Ногу не заморозил. И кашлять не стал. Даже с язвой желудка, ну какое у нас там питание, диета какая, то день голодный, то нажрется как папуас, что кишка рогом становится. И ничего, ни заворота, кишок, ни прободения, ничего не было. Когда к горячему ключу стали подходить, а изголодавшиеся были. Ну, из гор выходим, а тут выходим, и к горячему ключу. Вот так по лесу дорога делает вот такую петлю, обходит вот этот самый глубокий овраг. Через лес мне не видно, что там. А головная походная состава слышу, там шум, гам. У меня, заместите по поличасти, немцы. Говорят, немцы, это самое. Я говорю, стрельба была бы, что ты мелишь. Я говорю, наверное, они какие-то трофеи нашли. Вот когда вывожу главные силы, колонну, смотрю, метрах в пятистах, вот так вот, клубок людей, делят это самое провиант. Я подвел, ну, чтобы придать организованный характер дележу, я остановил батальон метров за 300, не доходя, а там немец поджег склад с консервами. Оно погорело, погорело, да потухло. Ну, консервы ж не будут так гореть. Ну, там кое-какие банки раздуло, все. Пока я дошел до этого склада, как эта толпа кинулась, тут уже никакой мой приказ не подействовал, они все смяли, мой заслон, и скорее хватают консервы. Каждый себе, они там, банки, приблизительно около килограмма. Свиная тушенка. Вот. А мы уже что-то больше суток ничего не ели. Вот он один открыл, три банки. И как волк смотрит по сторонам, то с одной схватит, то с другой, и как волк смотрит, чтоб никто не подсел к нему, что ему мало достанется. И вот каждый солдат, смотришь, один весь мешок наложил полностью в карман по банке, и две банки еще за пазухой. Я говорю, ну сейчас, братцы, они же на голодный желудок наедятся, что ж потом будет, через несколько часов. И вот я, уже до горячего ключа недалеко, местами в сторону, лесная дорожка, типа тропы в сторону, там мне начальник штаба, Михаил Филиппович. Я говорю, а, товарищ майор, давай будем маяков восстанавливать. А я смотрю, 50 человек со снятыми штанами сидит, человек 50 одевает штаны, человек 50 снимает штаны. Я говорю, какой маяк, нас сейчас по следу найдут. Мы же, я говорю, всю дорогу проследили. Какой маяк? Куда тебе лучший маяк, чем вот это? Потом я смотрю, где была новая граница после Первой мировой войны. Немец там был. Смотрю, а, тут и другой населенный пункт, и другие, и все. А я уже пронаступал километров 30. Уже мы сил выбились. Я говорю, товарищи, построил батальон. Направо, товарищи. Я вижу, и я, и я шпишком шел. Потому что хромовые сапоги, ноги в стреминах сразу мерзнут. Так вот, у меня ординариц лошадь ввел, а я с ней в голове колонны шел. Вот так что устали сильно. Я с вами шел. Видите, вот, мы дошли до границы немецкого логова. 10 километров мне предстоит пройти по немецкой земле уже. Результат Первой мировой войны. Пройдем? Пройдем! Налево! За мной шагом марш. Одолели. Ну, как первое немецкое село, ой, там же солдаты и глаз не сомкнул. Так они... Все же в страхе, они, знаете, немцы, что натворили у нас? Там никого в селе нет. Все в страхе перед большевизмом удирали. Тыл! А у них как село, так, ну, похож на такой небольшой городишко. Улицы асфальтированные, электричество, вот, самая... водопровод, все это у них по-культурному. Это огненный смерч. Ну, а нас же проинструктировали перед прорывом Сандомирского плотарма на реке Висла, это центр Польши, вот, что настолько каждый немец задолжал перед каждым нашим солдатом, настолько, если он в порыве гнева перебьет там семью всю немецкую, особенно не ругайте, расскажите, что это самое, они, дескать, не виноваты, не ругайте. Конечно, там мы их и не трогали. Там я зашел, свет электрический горит, ну, вот, перед встречей на Эльбе, свет горит, все это самое, нам немец, немка приготовила еду, вышел немец, ну, со мной же переводчик, кто-то рассказал, все, он довольно дружелюбно к нам относился, отнесся. Я тогда этому начальнику штаба сказал, я говорю, ты давай пока рассчитайся с ним, а потом мы между собой рассчитаемся. У нас же марки есть, есть, ну, вот, рассчитайся марками, мы же не будем так, при нем скидку делать. Так, представляете, он не взял. Немец? Нет. Я тогда вытаскиваю 200 марок, а что такое 200 марок для него? Да что, мы привыкли к таким бешеным деньгам, а у них бочка сливочного масла в 100 килограмм в 80 марок я его покупал, а ему 200 марок. герма, герма, да, снег сгут. Гитлер дал приказ отступать, а куда? Это не оказались у нас где-то километров 80 в тылу, то есть, как мы, в первые дни войны. И вот они идут. Вот тут уже, собственно говоря, тут и им жарко было, ну, им-то жарче было. Но мне, я смотрю, занял опушку леса. Потом рожеча такая была, обособленная. Я смотрю, оттуда танки идут, оттуда, смотрю, штук 20 танков и человек по 30 на них, на каждом танке людей, на пушках, все это самое. А мне доложил переводчик, радиоперехват, когда он говорит, доложите, что, в наличии, свяжите с, глупой, коле, доложите о наличии. Он 5-6 и 20-30. Мне переводчик говорит, вот так. 5-6, значит, на пушку, снарядов 5-6, 20-30 на винтовку. Я говорю, ага, значит, он в боевом отношении голодненький. Идет. А в этой пушке, то есть, в этой рожечи, танковый батальон наш. Я командиру батальона, сколько у тебя танков? Он говорит, 19. Ага, 19 пушек, 85-миллиметровых, и по 2 пулемета. Ага, уже и 38 пулеметов. Хорошо. У меня пулеметов так, 40 приблизительно с ручными. Так. И пушечный дивизион ревизерва Верховного Главнокомандования. Пушки, гаубицы, 152. Ага. Говорит, я, конечно, не смогу. Куда я? Куда ты пойдешь со своей махиной? Ну, побежите, немец, побьет и пушки ваши. Вот так. По сигналу зеленая ракета откроете огонь. С расстояния не дальше 300 метров. Прямой наводкой. И командиру батальона. 300 метров. А сам думаю, а хватит ли у нас, а вдруг, не сыграет ли очко? Это ж нужно иметь железные нервы, чтобы на 300 метров ошло на меня. Ну, где-то десятка-два танков, завешены людьми, и, наверное, тысячи, полторы, две пехоты. Весь, все поле усеяно людьми и идут. Беспорядка. Далеко открыть? Значит, он тогда вынужден будет принять боевой порядок. И я буду иметь дело с организованным наступлением противника. А так, на 300 метров, думаю, не сдрефит, ни черта, раз я стою здесь с ними. Вот. Мы его сразу оглоушим, и он обалдевший будет. Уже тут не то, что у него драп организованный не получится. И вот так, как ударили, по нему. Били пулеметы, все это самое. Такая лавина огня. Смотрю, поле усеяно людьми. Так мы убивать не успевали, через головы перешагивали мне. Наши окопаны были солдаты. Некоторые уже без оружия обалдевшие перескакивали и бежали к своим. Вот так. Вот это уже психологический момент был. Я потом солдатам говорю, видите, а если мы открыли дальше огонь, раньше, вот так. Потом хватит, этих отбили, слева он наступал. Я говорю, ну давай, сейчас, командирую, это самое, дивизион этих пушек, гаубиц. Я говорю, давайте, поворачиваю на противоположную опушку леса. Так ничего же не получится, я говорю. На каждую пушку я тебе даю напереду. Вот вот сколько? Четыре орудия вот на каждую роту развернут и командиру танков оборудования. тебе проще выйти туда. Ну, я даю сигнал на атаку. Тоже огонь по этому лесу, потому что туда, видел, все, в лес сосредотачивались. И смотрю, деревья валяются, валяются, значит, танки идут. Внутри в одном месте дым пошел, в другом месте дым. Ага, попадают все-таки пушки, хотя не видно танков в лесу, но попадают, танки горят. Я вот там смотрю, дорога через этот лес, смотрю, пехота бежит туда, через дорогу. Ага, атака. И вот смотрю, когда цепи пошли в атаку, бегут с поднятыми руками, ага. Так я их когда выстроил, пленных, и были наши власовцы там. С немцами отступали вместе. Я когда их выстроил, думаю, ой-ой-ой, кто кого не поверит, что я их в плен, пленных-то больше, чем у меня батальон. Да вот честно, самому, вот Михаил Филиппович, приходили такие мысли во время войны, что вот все, сейчас убьют, уже... Представляете, у некоторых так, все равно меня убьют, а у меня какая-то мысль была дикая, что меня не убьют. вот зима еще, я командиру зодоснабжения, я говорю, найди сапожника хорошего, и чтоб мне к весне сапоги хромовые были. Ну, заместители, ха-ха-ха, слушай, кумба, сапоги заказывает себе на лето, хохочет. А потом чувствую, что уже чувствую, когда к Берлину подошли, э-э-э, так ведь война-то где-то в пределах недели закончится, а не уж-то сегодня грабанет. Вот 9 мая это были мы между Берлином и Лейпцигом. на реке река Мульде. Вот. По ту сторону американцы, по эту сторону мы. Ну, еще пока вдруг немцы толпами идут, веселые, хохочут туда-сюда. Откуда вы идете? С митинга. А что за митинг? Война кончилась, Гермайер, война капут. Это 6 мая. Война капут. Думаю, как же так? Вот. Им сказали, ну, тогда мы, давай-ка, 7 мая, я тогда запрос в политотдел, я говорю, братцы, что ж вы молчите? Так, обожите. То подписали акт обезоговорочной капитуляции, и все это самое, это же одно дело. А 8-го уже эта самая война закончена, ну, пока это самоформальность, ну, следующий день, давай 9 мая мы объявим Днем Победы. А встречать-то мы стали уже и 6-го тяпнули, отметили и 7-го, и 8-го. И потом, как начали праздновать, так, слушай, наверное, с месяц, потом приезжает генерал Ануприенко, командир корпуса, слушайте, собрал командиров батальона нашей, всей дивизии, ну, там 9 стрелковых батальонов, 4 артиллерийских дивизионов, ну, там батальон Сиан, Меценбат, там все, товарищи, вы ж поймите, ну, у всех радость, все это самое, что война закончилась, такая изнурительная, такая кровопролитная, тотальная война, ну, рады, ну, неделю, ну, еще дней 10 там праздновали, ну, куда не шло, ну, вы ж уже месяц-то празднуете, сколько ж можно, сколько ж можно, ну, неужели обращаться за помощью к военному трибуналу? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...